Девушки отдыхают Реализуй себя в мире танков. Тест-драйв после медкомиссии. Вооруженные силы Республики Беларусь. Девушки отдыхают Ни разу не стрелявшие ни из одного вида стрелкового оружия. Что это за солдат? Вы мне расскажите. Да, он мел территорию. Да, он болгарками пилил на металл списанное оборудование. Понимаете, в Беларуси понятно, что защищать. У тебя крыша над головой, у тебя колхоз, у тебя работа, у тебя семья, у тебя здесь корни. В Украине, тут понятно, за что воевать. За государство, за свою территорию, за свой дом, за свою семью, за себя. В Украине за что воевать? Если завтра война, белорусский сценарий. Вы семья. Молодая или не очень молодая, неважно. У вас есть крыша над головой, у вас есть стабильная работа. У вас есть 3 гектара земли, которую вы обрабатываете, улучшая свое жизнеобеспечение. Вам есть за что воевать? Вы защищаете свой образ жизни, вы защищаете стабильность, вы защищаете свое будущее, свой дом, свою страну. В Украине, если завтра война, энтузиазма воевать нет ни у кого, начиная от военных, заканчивая простыми рядовыми гражданами, способными держать оружие в руках. Сплошь и рядом, военные не имеют жилья. Извините меня, скитаются как бомжи. Одну часть сократили, закрыли, вторую, ютятся непонятно где, что, как, на мизерные зарплаты, служба в армии не популярна. Когда молодые призывники, возвращаясь из армии, мы узнаем, общаясь с ними, что они ни разу в жизни не стреляли из стрелкового оружия. Что они могут защитить? Насколько я знаю, зарплата контрактника в Украине 1544 гривны, ну или, может, 1600. Ну, какая разница, пусть даже будет 2000, ну, это очень преувеличено. Вы мне скажите, кто в условиях реального боя выполнит команду в атаку за 2000 гривен с автоматом в руках? За что воевать? За президента, за оппозицию, за националистов? Ну, давайте вот так вот, за что воевать? Что есть сейчас Украина? Украина – это территория с динамично вымирающим населением, которого влепили, ну, будем говорить, представители олигархии, которые просто высасывают ресурсы. Кто быстрее выкачает, кто подороже продаст. Скорее всего, самый прогнозируемый сценарий, когда президент Янукович скажет, я есть президент, я есть действующая власть, вы есть народ, подчиняйтесь, идите в армию, воюйте. Воюйте, ну, фактически за меня, за сохранение той ситуации, которая на сегодняшний день есть в Украине. Все это понимают. Возможно, выйдут националисты и скажут, ребята, настал переломный исторический момент. Именно мы строим настоящее независимое украинское государство. Именно в рядах нашей армии настоящие патриоты здобудут волю, свободу, ну, что там еще, незалежность, счастливое мое будущее для нас и для наших детей. Но давайте соблюдать канон, верим делам, а не словам. За тот промежуток времени, пока, ну, будем говорить, развивались националистические движения и, будем говорить, политические партии, что сделано? Доказано ли делами о том, что националисты, радикальные националисты, действительно, действительно готовы, хотят, а самое главное, умеют строить независимое государство? Ну, что есть национализм, ну, сегодняшний национализм в Украине? Это раздражитель, основной раздражитель между северным соседом, ну, будем говорить, и Европой. Или совсем неожиданный сценарий. Сценарий, ну, будем говорить, для которого нужен определенный исторический момент. Какой-нибудь независимый лидер из народа, некий, ну, скажем так, Мистер Иванович Махнов, который скажет, ребята, с Януковичем нам не по пути. То есть, с националистами нам не по пути, потому что их идеи, их дела, лозунные призывы не имеют поддержки большей части населения Украины. При нынешнем, как бы сказать, состоянии дел, государство защитить не получится. Попросту не получится. Ни националистам, ни Януковичу, ни оппозиции. Нет единого фронта. Нет единого мнения. Будет ситуация лебедь, рак и щука. Каждый будет тянуть одеяло на себя. Каждый будет стараться использовать этот момент в своих, ну, каких-то там политических, там, финансовых, каких угодно интересах. И страна абсолютно не защищена на сегодняшний день. Страна полностью безоружна. Страна, увы, находится в плачевном состоянии, и она не может дать квалифицированный, качественный отпор. Некем и попросту нечем. Нечем. И не с кем. Я говорю, когда говорю не с кем, я говорю о лидерах. Нет лидера на сегодняшний день в Украине, который бы мог объединить, сплотить, если надо, защитить страну. Ехал в Беларуси, ну, честно признаюсь, не сняв с себя костюм унылого говна. Костюм унылого говна я ставил в Беларуси. Субтитры подогнал «Симон»!